Вячеслав Сурага, я одессит. Вы в той или иной мере представляете всех тех людей, которые собрались на улице. Что я здесь не слышу? Речь не о суде как таковом. Суд это просто красная тряпка. Вот она всплыла. Не будет суда, будут ёлки, будут другие проекты. Я не могу сказать за всю Одессу, но я много разговаривал с людьми. И знаю в чем проблема. Что хотят люди, которые собрались здесь? То, что говорится, и то, что до вас не могут донести, и то, что вы не хотите или не можете услышать. Речь идёт о системной проблеме. Сейчас, когда идёт война, люди не хотят видеть выделение денег на проекты, которые могут подождать. Да, у нас в городе много нужных проектов. И ёлки, наверное, тоже нужны. Не сейчас. Речь не о том, чтобы вы сняли суд. Речь о том, чтобы вы пересмотрели все расходы. Полностью в бюджете. На этот год. На следующий год. И собрались. Оставили только критичные расходы, без которых город не может существовать. Все остальные деньги вы должны направить. Должны направить на ВСУ. Вы немножко, наверное, себе не отдаёте отчёт в том, что происходит там. Или все телевизор смотрите. Там очень плохо. Почему Нажевникова не хочет здесь беседовать? Да потому, что у него ежедневно в её книжке, кому он оказывает помощь, исчезают люди. Они просто погибают. Сегодня один, завтра второй десятками. Некуда эту помощь отправлять. Вы там в декабре что-то соберёте и смените на следующий год. Они не могут ждать. Вы выделяете деньги. Молодцы. Это как мои дети говорят. Мы учили уроки. Где результат? Ну, значит, недостаточно учили. Молодцы, что делаете. Вам пытаются сказать этого сейчас. Недостаточно. Можно совещаться с командующими. Командующие тоже оторваны от реальности. Там ниже нет турникетов. Там нет дронов. Там нет автомобилей. Там очень много чего нет. У нас действительно большие системные проблемы. Это не проблема Одессы. Не проблема вас. Это системная проблема. Я полностью согласен с мэром. Действительно, в Верховной Раде надо менять законодательство. У вас есть проблемы с выделением денег. Но я как Одессит хорошо знаю, как депутаты умеют справляться с законодательными проблемами, когда этого хотят. И сейчас я хочу увидеть, мы хотим увидеть, как вы справляетесь с этими проблемами. Поймите, все, что вот каждую копейку, которую вы дали, она измеряется сейчас в человеческих жизнях. Турникет, который стоит 600 гривен, это спасенная жизнь. Дрон, это значит, что люди не пошли в разведку, они запустили дрон. Это спасенные жизни. Вот здесь выступала Алессия, одна из первых. Я с ней общался. Она в августе похоронила своего брата. На... под Херсоном. У них не было дронов, чтобы посмотреть. И к ним зашли, их поубивали всех. А потом еще в тело его брата, ее брата, который в пакете лежал, еще снарядик прилетел. Что она там получила, да? Мать погибшего Ирина, это Артем погибший, с которым встречался мэр, который упоминал. Она привезла своего сына домой, ей привезли сына. Его сразу забрали с поля боя. Но он ни дня не лежал в холодильнике. Не нашлось рефрижератора, чтобы его привезти. Вы понимаете, в каком состоянии приехало тело этого сына? Она показывала фотографии, а не стал смотреть. И не стал снимать. Она к нему прикоснуться не могла, вы понимаете, по августовской жире. Там 10 дней. То есть у нас реально. У нас есть одна жизнь, в которой живете вы, как власть местная, центральная. И есть другая параллельная жизнь, где живут обычные люди, где живет армия. И вы знаете, мы очень редко соприкасаемся. Поэтому, еще раз, есть системная проблема. Возьмите расходы, уберите, что не так важно, что можно подождать. Оставьте самое необходимое. Все остальное найдите способы донести эти деньги до армии. Все, что вы донесете, это выразится в десятках тысячах спасенных жизней. Одесситов. И еще, что хотят люди. Контроль, общественный контроль. Господин мэр говорит, мы вам покажем, мы вам расскажем. Да кто из тех людей, кто там стоит, будет разбираться в этих финансовых документах? Вот кто там поймет все ваши, ваши, наши, доходы, расходы? Вы думаете, это кто-то будет смотреть, без специального образования поймет? Но когда в расходах опять появится какой-нибудь суд, суд, это будет той крестной тряпкой, которая опять вызовет общественное возмущение. Оно вам надо? Вы все одесситы, наверное. Может, не все. Кого-то я знаю лично, с кем-то учился мой брат, с кем-то учился я в школе, за кого-то я голосовал, с кем-то позавчера лично беседовал. Но я не знаю, почему я должен объяснять вам очевидные вещи. А у нас идет дискуссия, суд не суд. Суд, мы убрали расходы на суд, мы не убрали расходы на суд. Было 100 миллионов, осталось 10. Ну молодцы, что 10, зачем они нужны? Да, есть у вас законодательная процедура. Вы, наверное, должны там что-то выделить. Но найдите способ решения этого вопроса. Дом горит уже со всех сторон. Вы меняете шторы на кухню. Вот это я прошу услышать. И еще раз. Все время были беседы, кто заказал вот эту группу трудящихся на улице, среди которых стою и я. Мне есть чем заниматься тоже, поверьте. Мне очень не хочется сюда приходить. Там люди разных политических взглядов. Мы голосовали за разные партии, за разных президентов и за вас разных. Сейчас объединило одно. Или понимание за то, что происходит. Или страх за то, что может произойти. Вы, еще раз подчеркиваю, не против вас. Не против мэра ни в коем случае. И вообще дело не в Одессе. Просто мы можем достучаться до вас. В Киев мы, ну может кто-то поедет, вы уж понимаете. До вас легче достучаться. И я как одессит, меня осточертело, извините за слово, когда мне вечно говорят, какой Одесса ватный город, какие мы сепаратисты. Я говорю по-русски, да, это мой родной язык. И буду говорить. Украинский мой, ну не такой, как нужно, к сожалению. Если вы будете впереди всех в Украине, я смогу с гордостью сказать, мой город лучший. Одессит, это гордо звучит. Вот Одесса, у нас, кстати говоря, самый большой митинг. Мы первые вышли. И если вы, как депутаты, нас услышите и сделаете то, что нужно, я смогу гордиться своим городом. А пока, извините, но гордиться нечем. Я надеюсь, что вы меня услышали. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ